Зигмунд Фрейд. Психология бессознательного. Мы уже давно заметили, что следствием и, стало быть, тенденцией любого невроза является отдаление больного от реальной жизни, отчуждение его от действительности. Эта идея, выраженная термином «бегство в психоз», содержится уже в третьей части работы Фрейда, посвященной защитным невропсихозам, 1894 год. Сама формулировка «бегство в болезнь» появляется в его труде об истерическом приступе, 1909 год. Подобный факт не мог ускользнуть от наблюдений Жанне. В качестве особой характеристики невротиков он говорил о потере «делефэнксион» дюрель, не раскрыв, однако, взаимосвязи этого нарушения с основными условиями невроза. Введение понятия «процесс вытеснения» при рассмотрении генезоневроза позволило нам увидеть эту взаимосвязь. Невротик отворачивается от действительности, потому что считает ее, всю целиком или ее части, невыносимой. Крайним типом подобного отвращения от реальности являются особые случаи галлюцинаторного психоза, в которых отрицается то событие, которое повлекло за собой безумие. Гризингер, 1817-1868 годы. Известный берлинский психиатр старого поколения, которого особенно ценил учитель Фрейда Мейнард. Этот пассаж Фрейд трижды упоминает в «Толковании сновидений» 1900 год. А также в шестой главе своей книги об остроумии 1900 год. В нем Гризингер обратил внимание на то, что психозы, а также сновидения, носят характер исполнения желания. Но, собственно говоря, то же самое делает и любой невротик с частицей реальности. Необычайно ясное понимание этой причинной связи недавно вскрыл Отто Ранг в одном отрывке из Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Второй том. Теперь перед нами встает задача исследовать отношения невротика и человека вообще к реальности с точки зрения его развития и таким образом включить психологическое значение реального внешнего мира в структуру нашей теории. В психологии, основанной на психоанализе, мы привыкли брать за исходный пункт бессознательные процессы души, особенности которых нам стали известны в результате анализа. Мы считаем их более старыми, первичными, пережитками фазы развития, в которой они были единственной формой душевных переживаний. Высшую тенденцию, которой подчинены эти первичные процессы, легко выявить. Она называется принципом удовольствия-неудовольствия. Или кратко – принципом удовольствия. По всей видимости, это первый пассаж, где непосредственно вводится термин «принцип удовольствия». В толковании сновидений Фрейд всегда говорит о принципе неудовольствия. Эти процессы нацелены на получение удовольствия. От таких актов, которые могут вызвать неудовольствие, психическая деятельность отстраняется. Вытеснение. Наши ночные сновидения, наша тенденция в бодрствовании отрешаться от неприятных впечатлений, представляют собой остатки господства этого принципа и свидетельствуют о его могуществе. Я возвращаюсь к идеям, которые я разрабатывал в другом месте, в общем разделе толкования сновидений, предполагая, что состояние психического покоя первоначально было нарушено властными требованиями внутренних потребностей. В этом случае задуманное, желаемое, проявлялось просто галлюцинаторным образом, как это и теперь еженочно случается с нашими мыслями в снах. Состояние сна может вернуть нам подобие душевной жизни до признания реальности, потому что его предпосылкой является намеренное отрицание этой реальности, желание спать. И только отсутствие ожидаемого удовлетворения, разочарование, привело к отказу от такой попытки удовлетворения галлюцинаторным путем. Вместо этого психический аппарат должен был решиться представить себе реальные условия внешнего мира и стремиться к их реальному изменению. Тем самым был введен новый принцип душевной деятельности. Представлялось уже не то, что приятно, а то, что реально, даже если оно было неприятным. Я попытаюсь дополнить вышеупомянутое схематическое описание некоторыми рассуждениями. Справедливо будет возразить, что такая организация, которая служит принципу удовольствия и пренебрегает реалиями внешнего мира, не смогла бы просуществовать даже короткое время, а значит, вообще не могла бы возникнуть. Мы, однако, вправе использовать такую модель с той оговоркой, что младенец, стоит лишь дать ему материнскую заботу, по сути дела реализует подобную психическую систему. Вероятно, он галлюцинирует исполнение своих внутренних потребностей, при возрастающем раздражении и отсутствии удовлетворения выражает неудовольствие посредством моторного отвода в виде крика и трепыхания, и испытывает вслед за этим галлюцинаторное удовлетворение. Позднее, в детском возрасте, он научается намеренно использовать эти моторные проявления как средство выражения. Поскольку уход за младенцем служит прототипом последующего воспитания детей, господство принципа удовольствия может окончиться, собственно говоря, только с полным психическим отделением от родителей. Прекрасный пример, закрытый от раздражений внешнего мира психической системы, которая способна сама аутистически, в терминах Блейлера, 1912 год, удовлетворять свои потребности в пище. Представляет собой птенец, заключенный вместе с запасом корма в скорлупу, забота матери, о котором ограничивается лишь согреванием. Я сочту это не как поправку, а как расширение рассматриваемой схемы, если для системы, живущей по принципу удовольствия, потребуются приспособления, с помощью которых она сможет избежать раздражителей реального мира. Эти приспособления лишь коррелят вытеснение, которое обходится с внутренними неприятными раздражителями так, как если бы они были внешними, то есть относит их к внешнему миру. Это введение принципа реальности оказалось шагом, повлекшим за собой серьезные последствия. Первое. Прежде всего, из-за новых требований возникла необходимость в ряде адаптивных изменений психического аппарата, которые мы вследствие недостаточности или ненадежности наших знаний можем затронуть лишь вскользь. Возросшее значение внешней реальности повысило и значение обращенных к внешнему миру органов чувств и связанного с ними сознания, которое помимо представлявших ранее исключительный интерес качеств удовольствия и неудовольствия, научилось воспринимать также качества, относящиеся к органам чувств. Была сформирована особая функция, которая должна была периодически осматривать внешний мир, чтобы его данные были известны заранее, если появится безотлагательная внутренняя потребность. Речь идет о внимании. Некоторые замечания относительно представлений Фрейда о внимании можно найти в примечании издателей к работе «Бессознательная». 1915 год. Эта деятельность идет навстречу чувственным впечатлениям, вместо того, чтобы ожидать их появления. Вероятно, одновременно с этим была сформирована система хранения, которая должна была депонировать результаты этой периодической деятельности сознания. Часть того, что мы называем памятью. Вместо вытеснения, исключавшего из катексиса часть возникающих представлений, как порождающих неудовольствия, появилось суждение. Эту часто повторяемую Фрейдом мысль можно найти уже в первом издании его книги об остроумии, 1905 год. Более подробно она обсуждается в его поздней работе под названием «Отрицание» 1925 год, которое должно было решить верно или ошибочно определенное представление, то есть соответствует оно реальности или нет, и определяло это путем сравнения со следами воспоминаний о реальности. Моторный отвод, который в период господства принципа удовольствия служил для разгрузки душевного аппарата от усиливающегося возбуждения и выполнял эту задачу посредством направляемых внутрь тела иннерваций, мимики, выражений аффекта, теперь приобрел новую функцию, поскольку стал использоваться для целесообразного изменения реальности. Он превратился в действие. Ставшая необходимой задержка моторного отвода действия была обеспечена процессом мышления, постепенно возникшим из представления. мышление было наделено качествами, которые позволяли душевному аппарату переносить повышенное возбуждение при отсрочке отвода. По существу, это пробное действие со смещением небольших количеств катексиса при незначительном их расходовании, отводе. Для этого понадобился перевод свободно перемещаемых катексисов в связанные, и он был достигнут благодаря повышению уровня всего процесса катексиса. Первоначально мышление, по всей видимости, было бессознательным, поскольку оно поднялось над простым представлением и обратилось к отношениям между впечатлениями от объектов и получило другие качества, воспринимаемые сознанием, только в результате соединения с остатками слов. Второе. Общая тенденция нашего душевного аппарата, которую можно свести к экономическому принципу сбережения затрат, то есть сбережения затрат энергии, по-видимому, проявляется в упорной фиксации на доступных источниках удовольствия и в трудности отказа от них. С введением принципа реальности выделилась форма мыслительной деятельности, которая избавлена от проверки реальности и осталась подчинена только принципу удовольствия. Подобно тому, как нация, богатство которой основано на разработке полезных ископаемых, тем не менее оставляет в запасе определенную область, которая должна оставаться в первобытном состоянии и не подвергаться изменениям под влиянием культуры, Йеллоустонский национальный парк. Речь идет о фантазировании, которое начинается еще с детских игр, а позднее, продолжаясь в виде дневных грез, отказывается от опоры на реальные объекты. Третье. Замена принципа удовольствия принципом реальности со всеми вытекающими психическими последствиями, схематически представленные в одном тезисе, в действительности происходит не сразу и не одновременно по всей линии. Но если это развитие происходит с влечениями «я», то сексуальные влечения в значительной степени от них отделяются. Вначале сексуальные влечения ведут себя аутоэротично. Они находят удовлетворение в собственном теле и поэтому не попадают в ситуацию отказа, к которому вынуждает введение принципа реальности. Когда затем у них начинается процесс нахождения объекта, он вскоре на долгое время прерывается из-за наступления латентного периода, замедляющего половое развитие вплоть до пубертата. Два этих момента аутоэротизм и латентный период приводят к тому, что сексуальное влечение задерживается в своем психическом развитии и гораздо дольше остается во власти принципа удовольствия, от которой у многих людей оно так вообще никогда и не освобождается. При таких условиях устанавливается более тесная связь между сексуальным влечением и фантазией с одной стороны, а также влечениями я и деятельностью сознания с другой. Эта взаимосвязь и у здоровых людей и у невротиков оказывается очень тесной, хотя и предстает, если основываться на этих рассуждениях из генетической психологии, как вторичная. Продолжающий оказывать свое влияние аутоэротизм обеспечивает возможность столь длительного сохранения более простого, мгновенного и воображаемого удовлетворения сексуальным объектам вместо реального удовлетворения, предполагающего затрату сил и отсрочку. Вытеснение остается всемогущим в царстве фантазии. Оно способно затормозить представление инстату на сценде, состояние становления, прежде чем они смогут проявиться в сознании, если их катексис может дать повод к возникновению неудовольствия. Это и есть слабое место нашей психической организации, которая может быть использована для того, чтобы мыслительные процессы, уже ставшие рациональными, вновь оказались во власти принципа удовольствия. Соответственно, психическое предрасположение к неврозу в значительной степени определяется запоздалым приучением сексуального влечения к учету реальности и, кроме того, теми условиями, которые приводят к такому запаздыванию. Четвертое. Подобно тому, как наслаждающиеся я не может ничего, кроме как желать, работать над получением удовольствия и избегать неудовольствия, точно так же реальное я не может ничего, кроме как стремиться к пользе и уберегать себя от вреда. Преимущество я реальности перед наслаждающимся я Бернард Шоу метко выражает словами быть способным выбрать линию наибольшей выгоды, а не отступать в направлении наименьшего сопротивления. Так говорит Дон Жуан в конце интермедии в преисподней по Моцарту в третьем акте. Намного более подробное описание отношений между наслаждающимся я и реальным я содержится в работе «Влечение и их судьбы» 1915 год. На самом деле замена принципа удовольствия принципом реальности означает не исключение принципа удовольствия, а лишь его обеспечение. Моментальное, но небезопасное по своим последствиям удовольствие устраняется, но только для того, чтобы новым способом получить отсроченное, но надежное. И все же эндопсихическое воздействие от этой замены было настолько сильно, что нашло свое отражение в особом религиозном мифе. Учение о награде на том свете за добровольный или вынужденный отказ от земных радостей есть не что иное, как мифическая проекция этого психического переворота. Религии, последовательно отстаивая этот образец, сумели добиться полного отказа от удовольствия в жизни, посулив возмещение в будущем, но таким путем преодолеть принцип удовольствия они не смогли. Лучше всего это преодоление удается науке, которая, однако, также доставляет интеллектуальное удовольствие во время работы и обещает конечную практическую выгоду. Пятое. Воспитание в целом можно определить как побуждение к преодолению принципа удовольствия и к замещению его принципом реальности. То есть оно пытается помочь процессу развития, затрагивающему я, пользуясь в этих целях любовью и поощрениями со стороны воспитателей. И поэтому терпит фиаско, если избалованный ребенок считает, что он и так пользуется этой любовью и не может ее потерять ни при каких обстоятельствах. Шестое. Искусство своеобразно достигает примирения обоих принципов. Художник это прежде всего человек, который отвращается от реальности, поскольку он не может смириться с требуемым ею отказом от удовлетворения влечений и удовлетворяет свои эротические и честолюбивые желания в воображаемой жизни. Но он находит обратный путь из этого мира фантазий в реальность благодаря особым талантам, преобразуя свои фантазии в новые формы действительности, которые получают признание у людей как ценное отображение реальности. Таким образом, он в известной мере действительно становится героем, королем, творцом, любимцем, которым ему хотелось стать, не совершая обходного пути через действительное изменение внешнего мира. Он может достичь этого лишь потому, что другие люди точно так же ощущают неудовлетворенность из-за реально необходимого отказа, как и он сам. И эта неудовлетворенность, возникающая при замене принципа удовольствия принципом реальности, сама является частью реальности. Седьмое. По мере того, как я из наслаждающегося я превращается в реальное я, сексуальные влечения претерпевают те изменения, которые ведут от первоначального аутоэротизма через различные промежуточные фазы к объектной любви, служащей функцией размножения. Если верно, что каждая ступень двух этих путей развития может стать исходной точкой диспозиции к последующему невротическому заболеванию, то напрашивается мысль связать выбор формы последующего заболевания выбор невроза с тем, в какой фазе развития я и либидо произошла предрасполагающая задержка в развитии. Таким образом, пока еще не изученные временные особенности обоих процессов развития и их возможное смещение по отношению друг к другу приобретают неожиданное значение. Фрейд разрабатывает эту тему в работе «Предрасположенность к неврозу навязчивости» 1913 год. Восьмое Самая удивительная особенность бессознательных вытесненных процессов, к которой каждый исследователь привыкает только путем преодоления себя самого, проистекает из того, что для них проверка реальностью ничего не значит. Реальность мысли приравнивается к внешней действительности, желание к исполнению, событию, как это непосредственно проистекает из господства старого принципа удовольствия. Поэтому так трудно отличить бессознательные фантазии от воспоминаний, ставших бессознательными. Эта трудность подробно обсуждается во второй части 23 лекции по введению в психоанализ 1916-1917 годы. Но ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну вносить оценку из реального мира вытесненные психические образования и, например, недооценивать роль фантазий в симптомообразовании из-за того, что они не представляют собой действительности или выводить невротическое чувство вины из чего-то другого, поскольку не удается выявить действительно совершенного преступления. надлежит пользоваться той валютой, которая преобладает в исследуемой стране, в нашем случае невротической валютой. Попытаемся, например, истолковать следующий сон. Один мужчина, который когда-то ухаживал за отцом, долго и мучительно умиравшим от неизлечимой болезни, рассказывает, что в течение нескольких месяцев после кончины отца неоднократно видел следующий сон. Отец снова жив и говорит с ним как обычно. Но при этом он очень болезненно ощущал, что отец все же был мертв и просто об этом не знал. Ни один другой путь не ведет к пониманию кажущегося абсурдным сновидения, кроме добавления слов по его желанию или вследствие его желания. После фразы, что отец все же был мертв и дополнение, что он сновидец желал этого. К последним словам. В таком случае мысль сновидения означает ему неприятно вспоминать, что ему приходилось желать отцу смерти, как избавления, когда тот был еще жив. И как было бы ужасно, если бы отец догадался об этом. Речь идет об известном случае самообвинений после потери любимого человека, и в этом примере упрек связан с инфантильным значением желания смерти отцу. Это сновидение Фрейд включил в третье издание толкования сновидений, вышедшее в 1911 году, то есть вскоре после публикации данной работы. Недостатки этой небольшой, скорее предварительной, нежели законченной статьи, будут простительны, пожалуй, лишь в малой степени, если я объявлю их неизбежными. В нескольких тезисах о психических последствиях приспособления к принципу реальности я был вынужден обозначить идеи, которые предпочел бы пока не высказывать и обоснование которых, несомненно, будет стоить немалых усилий. И все же я буду надеяться, что от благосклонно настроенного читателя не ускользнет, где также и в данной работе начинает властвовать принцип реальности. «Степен «Степен»» «Степен» «Степен» Продолжение следует...